и снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест снова утро и снова мы ведем свой интересный репортаж с нашего так сказать российской белорусского альянса Рязань Брест проект наш такой международный да а именно по школе автомаляра которая открылась вчера буквально прошли первые уроки и вы уже могли понаблюдать за их ходом действий а сегодня мы продолжим и опросим наших учеников а что же они вчера усвоили на уроке или усвоили они что-нибудь ну вчера тема была очень обширная поэтому они наверное не успели всего выхватить информации очень много и все перемешалось кашу и сейчас мы эту кашу будем по зернышку немножко распределять изучать каждое зернышко с этой каши чтобы ребята ушли настоящими мастерами ну по крайней мере чтобы у них был прочный фундамент который мы заложим и первый этаж мы им построим на практике поможет но уже высотное здание и какой высоты это здание будет все будет зависеть только от них от их усидчивости от их интереса к работе и а чё еще они уже рвутся они уже рвутся в море на практику хотим хватит красить да хотим красить мы уже все знаем нам дядя Олеж все рассказал уже на первом уроке да и главное по очереди подходят к Андрею ко мне ну когда 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 да ну очень интересно наблюдать ребята все рвутся рвутся в бой это радует очень много очень много желания у ребят самое интересное что ребята все подобрались адекватные с таким большим интересом смотрят да слушают большим интересом поправляют спрашивают очень много вопросов задают это радует муж и когда задают много вопросов значит люди интересуются это здорово ну так что мы пока двигаемся на урок сегодня будет опрос и скорее всего сегодня вот андрея кориандрес я здесь закраска мы хотим сделать какой-нибудь выкрас интересный ну выкрас будет такой поближе к хамеру но я вам приготовил еще одну очень интересную покраску в ходе проекта я наверное ее покажу не обещаю что это будет сегодня но это будет буквально на днях очень интересная покраска то есть а почему здесь хочу попробовать потому что бмв 39 вместе которая ждет до два цвета то есть я хочу покрасить именно так так статьи привет хозяин бмв извиняюсь забыл как звать честно но думаю ты меня понял следи тоже за выкраской я скажу что на бмв хочу чтобы ты уже знал что я хочу и посмотришь очень интересный вариант придумали так что думаю будет круче чем было но у нас началось все уже в сборе и сегодня самый интересный будет момент а именно тот что же все-таки усвоили на вчерашнем занятии сначала спросим вообще что мы проходили о чем мы говорили и о чем же мы вчера говорили да да шпаклевки просадки грунт сушка межслойно много тем было всяких разных интересных затрагивали много и как бы все мы прошли поверхностно так особо не углубляясь сегодня мы будем повторять я задам несколько вопросов после чего вы мне ответите как будем выбирать или тот кто знает будет отвечать ладно давайте начнем так начнем мы вот с давай с тебя начнем ты у нас новичок как бы особо не занимался еще ничем какие шпаклевки бывают расскажи поклевки бывают алюминиевая на рюкзальная финишная и стекловолокно стекловолокно бывает двух видов крупное и мелкое сейчас к директору пойдешь подсказчик правильно каких видов бывает стекловолокно правильно фибер и микрофибер где накладывается мелкое о крупное волокно крупное волокно накладывается первым слоем а где в каких случаях это где не сильно хорошо на глубоких ямах где не особо требуется то есть выровнять то есть да создать армирующий слой до армирующий слой создаем и дальше доводим уже универсал сегодня мы пройдем как бы еще порядок покраски автомобиля но как бы хотел бы сказать что порядок покраски у всех разный то есть одни так красит одни так красит я расскажу как наиболее часто крашу я то есть я имею ввиду по полному автомобилю и по частичной покраски а именно по полному обливу ну что у нас получается самая большая часть в автомобиле это крыша капот и багажник то есть это те детали которые являются лицом автомобиля если у вас на крыле какой-то там косяк его не каждый заметит но если у вас на крыше косяк тем более на легковой машине не на какой-то грузовой если у вас на крыше косяк или на капоте или на багажнике его очень сильно видно потому что он находится под самым солнцем еще чем детали больше внимания обращают на эти детали обращают больше внимания потому что мы рассматриваем все таки гаражные условия не автосервис а гаражные условия но и в автосервисе тоже таких надо как бы придерживаться правил то есть когда мы красим особенно когда у нас идет полный покрас полный облив у нас очень много чего стоит туман который садится на тот же багажник на ту же крышу тот же капот то есть на вертикальные детали это попадает меньше лично я крашу чтобы избежать таких вот вариантов сначала иду с боков и потом уже прокрашиваю крышу то есть первые мы прокрашиваем детали допустим он пошли мы с крыла до пошли двери подряд третье и заднее крыло после чего переходим наперед опять крыло дверь 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 крыло после чего уже идем на капот то есть как вот у нас уже идет девятое красный потом красный багажник десятый уже в последнюю очередь мы красим крышу почему крышу красил в последнюю очередь потому что когда вы покрасили крышу крыша у вас остается последним свежий то есть у вас остается свежий слой краска на крыше не встала не засохла межслойная сушечка там еще не произошла огульщик я смотрю кого-то не валили какого-то нету почему почему крышу крышу закатал последний ну то есть и багажник капот багажник капот это большая ответственная часть и у багажника крыша вообще последняя крышу мы красим самый последний краска остается свежая на крыше и когда пыл на нее падает у вас туман все равно 10-15 минут даже в камере в гараже стоит и когда пыл на нее падает на крышу он растворяется в этом лаке то есть он не садится пылью на него растворяется и поэтому желательно вот эти лицевые части красить последними а хотя казалось бы наоборот да если ну вам удобнее же да покрасить крышу еще потом не задевать руками перейти на бока да но чтобы у вас было меньше опыла у вас краска лежала лучше конечно лучше сделать так но это сугубо краска или лакша схем я вообще краской до краской базы вы можете красить по любому вот это вот откуда хотите оттуда начинайте как вам удобнее так и красить и почему потому что база вы все равно каждый слой базы вы проходите салфеткой антистатикой до салфеткой антистатикой снимаете опыл который у вас падает даже у вас какой-то мусор упал это не беда ничего страшного но когда вы покрываете лаком желательно вот этой схемы поддерживаться до как бы ну этой схемы как бы до нее какой я сам дошел то есть может быть кто-то красит и по-другому ну по моим наблюдениям лично так получается лучше то есть и получается 2 заход вы пошли также то есть сделали 15 минут сушку и пошли в том же порядке красить по второму кругу то есть это вас более-менее избавит от опыла и но машина получится более ровно покрашены что еще поэтому то есть второй слой также дам начинаем с левой стороны да допустим вот еще а покраски крыши тоже важно и а покраски капота я нарисую крышу капот в принципе то же самое вот у вас допустим крыша и вы пошли вот короче вы пошли многие красят крышу да кто красит от середины и в сторону так то сначала да кому-то удобно кто красит идет отсюда до середины до куда рука протягивается да и потом идут с этой стороны в эту сторону тоже от края до середины то есть потому что они к тому же прокрашены да ну как бы я советую чтобы у вас хорошо зерно лежало чтобы у вас все было красиво и однотонно особенно это касается серебристого металлика особенно это касается цветов которые плохо укрывается да даже лак вот думают лак положить да это очень сложно это что-то вообще уму непостижимо на самом деле лак это ну какое-то спасение может быть для маляра потому что лак это ты можешь навалить много если ты можешь соблюдаешь даме слойную сушку соблюдаешь вот картинка а потом просто это вот где девятка это перед это перед передняя левая крыла в единице пошло и пошло по сусливой стороны заднее стекло затонирую будет понятно что тонировка спереди нельзя и все да это такая машинка можете убрать все свои косяки то есть это мухи трупы всяких жуки то есть но если они глубоко конечно диверсанта до диверсанта поэтому можно все убавлять кстати в камере будете когда на sky motors посмотрите обратите внимание на ловушки для зверей то есть там четыре ловушки в угол ставишь они там ультразвук какой-то что-то создают и они собираются там то есть перед покраской за час включил она вам все это соберет хозяйство можете красить но их будет гораздо меньше вот и то есть это вы все уберете ну вот чтобы базу красиво наложить накласть покласть потому как удобнее то есть идем с одной стороны мы пошли крышу дошли до середины крыши насколько рука дотягивается обходите с другой стороны машину и идете не с края от того места где закончили краски от середины и пошел и в конец то есть вы зерно будете укладывать с одной стороны на другую от начала и до конца не надо крышу красить вот как некоторые красят так проходы делают потом крест-накрест проходы то есть этого не надо делать еще вот у многих ошибка до начинающих да и даже не начинающих хотя когда этот взял пистолет который на сату похож пистолет кстати неплохой у меня было ощущение что он может полосами полосами жуткими и когда ты накладываешь смотришь ты видишь он полосит то есть это пугает иногда я просто уже отвыкать такого на китайских валерах такого нет он укладывает сразу красиво сразу на роль и чтобы убедиться что это у вас полоса или нет неудачно в камере был свет и мне перекрывало я не видел как я вожу но в принципе то стоя мне тоже понравилось красить то есть если у вас сильно не можете вы от избавить можете его стоя поставить и покрасить стоя во первых это меньше пыли это меньше опыла но больше вероятности сделать потек я просто не знаю схематично можно рисовать как яблочность это больше всего нет яблочность это вот допустим вот у тебя дай такие пятна ты красишь крышу да у тебя допустим вот тон одинаковый да а тут получилось вот ты скорость пистолета ведешь допустим с одной скорость у тебя вот так вот укладывает потом ты меньше скоро сделал тебя вот это пятно светлее здесь ну короче как на самом яблоке да оно не везде равномерно получается пятнистое такая машина либо пятнистое да это я начинают пороги если баранят пороги то есть это одно если он у вас под баранкой стоится но если вы их под лак заготавливаете получается что некоторые люди уже выкрасив машину начинают красить крышу да ну все покрасили и думают а пороги чё ну их в последнюю очередь там задуют и начинают на пороги направлять струю подымается всякуча всякой хрени да кстати может вести мы посмотрим ну вот допустим да стаканчик у вас все видели это стакан да и вот здесь вот много-много граф и все путаются с этими графами то есть ну грубо говоря вот так вот там все графы поделены изнутри стаканчика надписи сделаны так что ты смотришь на них правильно они написаны изнутри стакан то есть когда ты внутрь стакана наливаешь ты видишь все как правильно должно быть написано да и у тебя допустим вот идет 4 мы трапезничьи не вот цены мы трапезничьи не вот цены 90 рублей фауна цены беда будем экономить там один день здесь два да 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 ничего надо везде попробовать то есть вот такие вот блюда тоже покажем немножко советский союз здесь сейчас вот кому присутствует дубль 2 да да дубль 2 вот короче супчик картошечка салатик комфотик плюшечка все удовольствие заглянул строгая пользуется популярность мы смотрим не можно если мешать вот мы и порешали все таки провести мы а кто нам стул еще один принес а чё принес принес витали не видел тогда уходим разу ваня и короче пришли мы посетить музей есенина до константина там два дома до ставим новый дом школу церковь там да короче посетим местах наших писателей это очень интересно и наверное посетим крем местная достопримечательность тоже там множество артефактов всяких интересных может быть мы это тоже с ним покажем так что если у кого-то создалось впечатление что гаражники такие будут доски алкаши вы очень ошибаетесь настоящий гаражник это мужчина который не только заботится о своей работе о своих знаниях бережет свое место но и развивает себя духовно и морально так что да только так компания у нас очень культурные был досок нету так что не путайте гаражников с бомжами и так если если ты да допустим понимаешь заклеил под эту ну ровно просто газеткой приклеил то есть когда ты закрасишь что здесь останется граница очень резкая а так у тебя как бы поток воздуха будет отбивать оттуда чуть-чуть да и то есть такой резкой границы ты что не делаешь она легко сполируется на первые слои такие шпателя пойдут то есть первые слои ложить но когда вы начнете ложить уже финишные слои куда ты будешь скучать в какую точку по окружности и к центру идешь не то что в центр начинаешь ты утянешь все по окружности в центр и здесь также здесь на более мелких можно и я здорово мы хотим сделать выкрасть но так как передача уже и без того длинная будет поэтому выкрас мы сегодня делать не будем вот такую штучку видно там перебив покрасили пока телефончик так что ждите возможно завтра я вам покажу выкраску по этой травке а на сегодня с вами прощаюсь надеюсь не сильно вас притомили хотелось бы пожелать себе здоровья крепкого настроения ну и конечно добра и бабла правильно